Зародившаяся еще во II-I веках до н.э. в виде мегалитических циклопических жилищ, башенная культура на Северном Кавказе получила наибольшее развитие в горах Ингушетии. В настоящее время на территории республики только боевых башен выявлено более 120. Постоянное отражение внешних агрессий, внутренние и междоусобные столкновения, а также географическое расположение на перевальных путях из-за Кавказия на равнины Северного Кавказа, все эти обстоятельства способствовали возрождению башенной культуры в период Средневековья. Башенные комплексы чаще всего строились в стратегически важных местах – у дороги, у переправы через реку или же у входа в ущелье. Таким образом, Тейп, построивший башни, контролировал пути сообщения. Субтитры создавал DimaTorzok Сам процесс постройки должен был соответствовать определенному регламенту. Например, мастер должен был закончить строительство одной башни за 365 дней. Если по каким-либо причинам башню не удавалось достроить за один год, ее разбирали на камни или оставляли недостроенной. И такой факт считался проявлением слабости Тейпа, заказавшего строительство. При этом мастера, допустившего грубые ошибки во время работы, старались больше не нанимать. Помимо жилых и оборонительных функций, башни выполняли еще одну немаловажную задачу. Ингушские селения строились близко друг от друга с интервалом от 500 метров до 1 километра. Из одного селения всегда можно было разглядеть сторожевые башни соседей, на которых в случае надвигающейся опасности разжигали сигнальные костры. Таким образом, сигнал за считанные минуты передавался на многокилометровые расстояния. Сегодня удивительным примером башенного зодчества можно по праву считать башню Согласия. 100-метровое здание, возведенное в городе Магаз в 2013 году, является увеличенной в 4 раза копией средневековой ингушской башни. Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. И, конечно же, это символ, объединяющий весь ингушский народ. На высоте 85 метров расположена смотровая площадка, с которой любой желающий может увидеть Магаз. Один из немногих в последние десятилетия городов мира, специально основанных как столица. Субтитры создавал DimaTorzok